Пожалуйста. Я родился в 1925 году, 30 мая, в село Малый Иванок, Дубовского района, Сталинградской области. Мелехов Василий Павлович. В армию был призван в 43-м году, 13 февраля 1943 года. И попал в 3-е аржиепийское военно-пехотное училище в городе Эмилис. Осталось 2 недели учиться, и по приказу Верховного Главного Командования все военные училища были расформированы и направили нас в воздушно-десантные войски. Я попал в 11-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, которая дислоцировалась Люберцы, Дзержинка, Капотин. Командир бригады был подсоединитель Трахимов. Начальник политотдела был Кривич. Продолжайте, продолжайте. В октябре 43-го года... Камеру возьми с ними. В октябре 43-го года мы пошли на десантирование, зашли в десантирование. Простояли мы в тлу своих войск два месяца. Вот сегодня день вот такой вот был, такой хороший. Пришли, сказали, пошли мы на аэродром, чтобы ночью не бегать, где и таскать самолет. А вон туман такой пал. Десять дней простоя, все сказали, мы выполнили свою операцию. Девочки, это один из старейших, вот мой сосед, один из старейших защитников города Сталинграда. Ему 92-й год. Он в нашей организации советского района является почетным членом и по совместительству находит со мной в трубе. А Сталинград я защищал. С лопатой в руках копали противотанковые ржвы. Это вот сейчас, я помню, три метра глубины, а так вот, или четыре, или четыре с половиной метра. Вот такой вот ржетка на ушла. Тяжело уже. В 45-м году, в 44-м году, в 44-м году, в 44-м году, в восточные салфетки были расформированы и были организованы последние 9-е гвардейские армии. Последние уже гвардейские армии и направили нас в Венгрии, в заграницу. Венгрии. 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 Платонско-Венская операция. И потом я вычитывал у Василевского, что вот мы шли неделю, 7 дней шли. Мы так же, 30 километров, для нас, как будто, ну, 100 метров пройти. 20 лет было, конечно, шли, бежали. А потом, 20 лет не было. А потом, с 10 марта, оказывается, нашу армию передали со 2-го украинского фронта в 3-ю украинскую фронту. Но с такой ухаворка, после окончания Венской, Платонско-Венской операции, 9-е гвардейские армии передали во 2-ю украинскую фронту. Вот здесь вышел день и ночь. День и ночь. И пошли в наступление в 16-е полу-корния. Войну я закончил в Чехословакии, 90 километров до Праги не нашел. Потом находился в центральной группе оккупационных, то это центральная группа войск, ты 46-го, у нас в 46-м году приехали в Союз, в Кострове стояли, и среди солдат такой шел разговор. Десантные войска, десантные войска, политработники, нет, не будет, не будет. Приезжают с округа и кричат, здравствуйте, гвардейцы, десантники. И с 46-го года это я до 44-го десантные войска. И 46-го года по 50-ю годы я послужил в десантных войсках. Последний был, это вот 9-я рота, показывают, а фактически это было 6-я рота там погибла, 104-го полка. А 104-й полк был сформирован на базе 1-го батальона 346-го гвардейского ордена Александра Невского воздушно-десантного полка. У вас отменная память. Ну ничего страшного, нам это и надо, да. И Дима Горзаванцева в 1950-м году прослужил 7 лет, 2 месяца и 7 дней. Работал, и закончил вечериную школу, закончил саранцевский зуб врачебной школы и проработал я самым страшным врачом считается. Ну да. С 54-го до 91-го. Тяжелые ранения в голову, дымелые. А память? А память, я говорю, у вас отменная память. Ну спасибо вам большое.